Дональд Трамп Неудовлетворительными назвали нынешнее состояние отношений между Россией и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Политики провели первый телефонный разговор, об этом сообщает пресс-служба Кремля. После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп подписал приказ, согласно которому Пентагон должен выработать новую стратегию для борьбы с исламским государством. Вчера вечером состоялся первый телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Детали беседы пресс-службы Кремля и Белого дома не разглашают. Итоги 45-минутного телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа сегодня анализируют в России и в США. Поговорить успели, собственно, о многом, в том числе и о том, чтобы восстановить торгово-экономические связи. Но и от матчасти к самой политике. В субботу вечером состоялся, наверное, самый долгожданный для всей планеты телефонный разговор Путин-Трамп. В первые минуты, когда еще не было известно о его содержании, пресс-служба президента США распространила фотографию для подтверждения, что контакт есть, беседа идет. Трамп, наконец, поговорил с Путиным по телефону. Ну, пообщались и хорошо. Им действительно есть, что обсудить. Сирию, Украину, иранскую ядерную программу, в конце концов. Правда, патриоты в кавычках относительно этого события испытывали гораздо более сильное и сложное чувство, связанное прежде всего с санкциями, под которыми РФ находится по вине Кремля, но с подачи США. Сложность заключается в том, что одной, относительно здравой частью своего сознания, даже самые оголтелые из патриотов осознают, что дешевые нефтесанкции загоняют российскую и без того задавленную тотальной коррупцией и дурацким регулированием экономику в гроб. А другой, искалеченный телевизором, пытаются обосновать некую пользу от санкций мифическому отечественному производителю. Не нужно лишний раз разжевывать тот очевидный факт, что в самых чувствительных областях доступу к международным финансовым рынкам и передовым технологиям у россиян нет и в обозримом будущем не предвидится отечественной альтернативы. Так что ни о какой реальной пользе санкций не может быть и речи. С таким же успехом можно заявить, что если вам отрубят голову, ничего страшного, научимся думать задницей, ведь у нее тоже два полушария и даже есть нечто вроде извилины. Пускай только одна и прямая, но при государственной поддержке и личном контроле президента она вот-вот научится решать дифференцированное уравнение. Так вот, относительно здоровая часть патриотического сознания ожидала, что во время телефонного разговора дорогой друг и ставленник Трамп, если уже не отменит сразу все санкции, то по крайней мере сделает в этом направлении первые шаги или хотя бы продемонстрирует готовность это сделать. Увы, не случайно было сказано про относительное здоровье. Дураки всегда дураки, даже если совершают действия, внешне похожие на правильные. Их идиотизм проявляется в полном непонимании принципов работы и взаимодействия ветвей власти в США, а также нежеланием обратиться к истории и извлечь из нее хоть какие-то уроки. Начнем с того, что даже если Трампу очень захочется рискнуть своим и без того шатким положением, а также испортить отношения с союзниками в Европе, снять он может только малую часть санкций, преимущественно персональные. Все остальное требует одобрения Конгресса или и вовсе зависит от международных организаций. Это в России президент обладает чуть ли не абсолютной властью. В демократических странах все иначе. Кроме того, США вводят экономические санкции не впервые. До РФ под санкции попадали СССР, Иран, Куба и множество других стран. Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь о них читать – длительность. Режим санкций действует десятилетиями. Умирают и сменяются лидеры, попавших под санкции стран, да и сами страны разрушаются, а санкции остаются. Давайте освежим память. Иран. В 1979 году в Иране произошла исламская революция и группа радикально настроенных студентов захватила американское посольство в Тегеране. США ответили мгновенно, заморозив все иранские авуары и золотые запасы в своих банках, а также ввели полный запрет гражданам и компаниям США вести бизнес в Иране или участвовать в совместных предприятиях с иранскими компаниями, в том числе в нефтегазовой отрасли. После вторжения иракской армии в Иран в 1980 году правительство США усилило санкции против Ирана, введя запрет международным финансовым организациям на выдачу кредитов Ирану, всем странам на продажу оружия и всякую помощь Ирану. В 1987 году был полностью запрещен всякий товарообмен между США и Ираном. В 2005 правительство Ирана приняло решение расконсервировать программу по обогащению урана. В ответ на это администрация Джорджа Буша ввела целый ряд новых санкций. После того, как Иран пошел на уступки по ядерной программе, власти США в 2016 году объявили об освобождении от санкций 59 физических лиц, граждан Ирана и других стран, 385 предприятий, 77 самолетов и 227 судов, в их числе нефтяные танкеры. Полностью санкции не сняты, а первых существенных послаблений пришлось ждать 37 лет. Идем дальше. Куба. В отношении Кубы первые санкции США были введены в 1960 году после революции, победы Фиделя Кастро и экспроприации собственности американских граждан и корпораций. Уже к концу года это было полноценное торговое эмбарго. Запрещались поставки Кубе любых товаров, за исключением продуктов питания и медикаментов. В 1962 году под давлением США Куба была исключена из организации американских государств. В 1963 году был принят закон Cuban Assets Control Regulation и заблокированы средства на счетах кубинских компаний в США. С 1966 введен запрет на посещение Кубы для граждан США. В 1982 США объявили Кубу страной-спонсором терроризма и дополнительно ужесточили санкции. В 1989-м Сенат США ужесточил экономическую блокаду. В 1992-м были введены дополнительные санкции, запрещающие американским компаниям в третьих странах сотрудничество с Кубой. В 1996-м судам, перевозящим продукцию из Кубы или на Кубу, было запрещено заходить в порты США. В 2003-м ужесточен запрет на туристические поездки на Кубу. В 2004-м США ввели дополнительные запреты на приобретение кубинских сигар. Импорт сигар полностью запрещен. За нарушение установлен штраф до 250 тысяч долларов для частных лиц и до миллиона долларов для компаний. Нарушители также могут быть подвергнуты тюремному заключению сроком до 10 лет. Помимо этого, гражданам США запретили покупать и даже курить кубинские сигары не только на территории США, но и во всем мире. В 2014-м США в очередной раз продлили торговое эмбарго против Кубы. За все это время санкции смягчались один раз. В 2009-м году Обама подписал указ, согласно которому гражданам США, имеющим близких родственников на Кубе, разрешено посещать их не раз в три года, как раньше, а каждый год. Кроме того, им разрешается тратить на Кубе до 179 долларов в день. Фидель Кастро отошел от руководства Кубой в 2006-м году, умер в 2016-м, а санкции, длящиеся уже 66 лет, никто снимать не собирается. СССР В отношении Советского Союза санкции США были введены прямо в 1917-м году, после революции, заключения СССР сепаратного мира с Германией, национализации и отказа от выплат по долгам Российской империи. В 1931-м США запретили импорт советских пиломатериалов из четырех зон СССР. Кольского полуострова, Карельской автономной республики, Северной области и Зырянской автономной области. В связи с тем, что в этих регионах использовался принудительный труд заключенных. В 1939-м году в связи с Финской войной был установлен запрет на поставки в СССР авиатехники, а также материалов для авиапромышленности. Этот запрет был снят только в 1941-м году, когда США начали рассматривать СССР как союзника во Второй мировой войне. Впрочем, уже в марте 1948-го Министерство торговли США ограничило экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений в СССР и соцстраны Восточной Европы. В 1951-м году США ужесточили экономические ограничения для экспорта в социалистические государства в связи с войной в Корее. В 1974-м году в обеих палатах американского парламента рассматривался закон о торговле. По инициативе сенатора Генри Джексона и члена палаты представителей Чарльза Венника, в закон была внесена поправка, отменяющая режим наибольшего благоприятствия в торговле, а также предоставление кредитов и кредитных гарантий для СССР. Кроме того, поправкой предусматривалось применение дискриминационных тарифов в отношении импортируемых в США товаров. В 1981-м был введен запрет на поставку американскими компаниями в СССР электронного и нефтегазового оборудования. В 1982-м этот запрет был частично отменен, но вместо него Рональд Рейган подписал секретную директиву NSDD-66, National Security Decision Directive, предусматривающую расширение списка экспортных ограничений в отношении СССР. С 1989-го на действие поправки Джексона Венника в отношении СССР был наложен мораторий, а в 2012-м поправка Джексона Венника была официально отменена Конгрессом США. На полное снятие санкций ушло 95 лет. Если не считать периода Второй мировой войны на отмену одной только поправки Джексона Венника – 38 лет. В отношении Российской Федерации санкции были введены в 2014 году и с этого момента только усиливались. Что логично, никаких подвижек в вопросе с Крымом нет и не предвидится. Прогресса с ДНР-ЛНР нет, а ситуация в Сирии становится все сложнее и сложнее. Так каковы, скажите, будьте любезны шансы, что санкции будут сняты за три года, а не за 38, 66 или 95? В США сменится президент. В России сменится правительство. Уйдет Путин, а, возможно, и вся политическая система. Пройдут долгие годы. Россия вернет Украине Крым и, вероятно, потеряет часть своих территорий – Курилы, Кавказ, Юго-Восток, Калининград. А россияне, точнее их дети, все еще будут работать над отменой оставшихся санкций. Так что не стоит тратить время и силы на ожидание каких-либо подвижек от телефонных разговоров и грядущих встреч Путина с Трампом. Патриотам лучше сразу начать готовить аргументы в пользу санкций. На десятки лет отмазок может понадобиться много. А людям, вменяемым, еще раз подумать о своем будущем. Потому что до отмены санкций многие из них могут банально не дожить. Редактор субтитров А.Семкин